Безопасность государства начинается с его границы. А их у Беларуси, этих так называемых государственных стыков, пять. Три со странами Евросоюза, по одному с Россией и Украиной. Если выпрямить пограничную полосу, расстояние превысит 3,5 тысячи километров. Это ни много ни мало путь от Минска до Мадрида. Поэтому пограничная безопасность – приоритет политики нашей страны. А учитывая непростую политическую ситуацию в соседней Украине, приобретающую, увы, явное очертание гражданской войны, это выражение особенно актуально. Огромный поток беженцев, хлынувший с южных рубежей, а также угроза вооруженного конфликта – события, которые вызвали вопросы у журналистов в ходе открытого диалога с Александром Лукашенко 29 января текущего года. Президент страны подчеркнул, что охрана рубежей по-прежнему в центре внимания. Это война, это война. Она уже не там далеко. Она у нас уже. Она у нашего порога. Это уже влияет на нас, начиная с того, что несколько десятков тысяч беженцев уже на территории Беларуси нам приходится спасать своих людей. Это же не чужие люди. С детишками сюда приехали – это нагрузка. Это уже приходится нам границу очень жестко закрывать. Вы правильно заметили в средствах массовой информации, что я очень часто начал обращаться к этому вопросу пограничному. Более того, я, вы тоже это заметили, нередко провожу мероприятия в военном плане. Но я главнокомандующий вооруженными силами. Я не могу не реагировать где-то на какие-то события в Ираке, в Сирии. В каком плане? Приспосабливая свои вооруженные силы к современной войне, делая выводы. А здесь у нашего порога война. Я вынужден реагировать? Одним из инструментов проведения пограничной политики стала новая редакция закона о внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности. Положения в документе в первую очередь направлены на усиление надлежащего режима на границе, обеспечение охраны рубежей синекой, четкое определение векторов пограничной политики Беларуси и минимизация существующих проблем. Темы, которые были затронуты в ходе пресс-конференции президента страны, нашли свое продолжение сегодня на заседании комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики. Говоря об итогах, председатель Государственного пограничного комитета страны Леонид Мальцев подчеркнул, что прошлый год был непростым, но плодотворным. Осложнение обстановки в Украине, подготовка и проведение зимних олимпийских и паралимпийских игр в Сочи и хоккейного первенства в Минске явились для нас ключевыми событиями, показавшими, что мы способны выполнить любую задачу. Работу, которая на протяжении прошлого года велась в Брестском регионе, можно называть масштабной и разноплановой. В увеличении пределов пограничной зоны и полосы на белорусско-польском и белорусско-украинском участки границы, проведение учебных сборов на базе Брестской пограничной группы, а также эксперимент по формированию экскурсионных групп на пограничный остров в Брестской крепости. Не обошлось и без реанимации материально-технической базы. Из средств бюджета Брестской области на эти нужды было выделено более 6,5 миллиардов рублей. Отдельной строкой в деле инженерного обустройства стоит совершенствование вопросов ременения авиации в интересах обеспечения пограничной безопасности. Мы отказались из высокозатратной вертолетной техники и начали процесс внедрения беспилотных авиационных комплексов и инновационных летательных аппаратов, так называемых автожиров. Сформирована необходимая организационно-штатная структура. Первый беспилотный комплекс «Беркут-2» и два автожира «Калидус» планируется поставить на вооружение как раз в Пинский пограничный отряд. Говоря о задачах на новый 2015 год, Леонид Мальцев подчеркнул, что сегодня пограничная политика будет реализовываться с учетом нестабильной ситуации на политической арене Украины. В частности, львиная доля деятельности людей в погонах будет направлена на разъяснительную работу с населением, а именно о положениях нового закона. Повышение престижа пограничной службы через интернет-пространство – еще одна задача, требующая серьезного подхода. Однако, все же, главное направление пограничной политики, особенно учитывая современные реалии, по-прежнему остается обеспеченной целостности и независимости государственных рубежей синекой.